События этих дней красной нитью вплетены в историю Приморской земли. За время конфликта на острове Даманском погибли 58 пограничников. Четверо стали героями Советского Союза. Двое из них посмертно. Погибли наши пограничники, погибли мои друзья, погибли, с кем я служил и вел, днёс нелёгкую пограничную службу. Нам было тогда 19-20 лет. Этого у нас остаётся всегда в памяти и мы гордимся подвигом наших пограничников. События на русско-китайской границе в марте 69-го развивались стремительно. Советским пограничникам противостояли превосходящие силы противника. Точку в конфликте тогда поставили хорошо известные сейчас грады. Мы свято помним и чтим события тех дней, потому что жители Пожарского района стали тогда непосредственными, не просто свидетелями, но и участниками этих событий. Вечная память павшим героям. Вечная слава живым. Цветы возложили к памятнику героев острова Даманский. Молодые пограничники почтили память защитников Отечества троекратным салютом. Мы, как нынешняя воина пограничников, клянёмся, что до последнего вздоха, как наши отцы и прадеды, наши друзья, будем защищать границу России. И для нас единственный девиз – граница России священная и неприкосновенная. Сегодня на территории района расположено пять пограничных застав. Из них две имены – героев Советского Союза, погибших на острове Даманском, демократа Леонова и Ивана Стрельникова. На заставах есть музей, комната боевой славы, построенная и часовня, купол которой и сегодня виден на другой стороне границы. Евгений Берминцев, Панорама.